Биллиардист 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 Так что, надеюсь, даст он бой Евгению Сталеву. Впрочем, я помню финал одного из Грам-при, сейчас уже, правда, не помню где, в Риге, вот мне подсказывает редактор трансляции, собственно, финал Евгений Сталев и Артема Моисеенко. Там, конечно, классическое удушение со стороны вот этого человека было произведено. Захват с последующим удушением. По-моему, 5-0. Вот так закончился тот самый финал. Евгений Сталев победил Артема Моисеенко, так что Артем должен испытывать реваншистские настроения. Но посмотрим, во что это вылится непосредственно в самой игре, поскольку сейчас не Рига, не 2007 год, а Бишкек и год 2008. Смотрим все внимание к игре. Невская пирамида до 7 побед по регламенту проходит финальный поединок. Евгений Сталев начал тем же разбоем, что и все полуфинальные выигранные им партии. Начал неудачно. Думаю, что поперекатывает какое-то время. Сейчас спортсмены шарик из одной лузы в другую. Пока вот это будет продолжаться, коротко вам расскажу о полуфинале, который пока для нас остался за кадром. Впоследствии наш телеканал чуть более подробно осветит этот турнир. Так вот, 3-0 повел Коныбек Сыганбаев против Артема Моисеенко в матче до 6 побед. Повел 3-0, после чего Артем взял перерыв, собрался и вернул 3 ския. 3 в ряд, скажем так, не ския, естественно. 3 в ряд вернул Коныбеку. Ну и после чего, с учета 3-3, он уже больше ни одной партии не проиграл. Вот так неожиданно для многих специалистов и любителей бильярда, особенно в Киргизии, завершился этот полуфинальный матч. Мы знаем, это я сейчас уже обращаюсь к своему комментатору, к своему комментатору Сергею Бондареву, мы знаем Артема как атакующего игрока. Какие ваши будут предположения, что вы ожидаете от этого финала? Ну, от этого финала я ожидаю, во-первых, надеюсь, что будет красивая игра. И хочу добавить несколько слов в отношении полуфинала. То, что Артем с 0-3 умудрился выиграть со счетом 6-3 у Конебека, это говорит о том, что с силой воли у него все в порядке. В спорте это называется «призы за волю к победе» дают в таких случаях. Но Евгений Сталев играет в другой манере, если сравнивать его с Конебеком. Вообще, я думаю, что Конебек, когда повел 3-0, думал, что все уже закончилось и расслабился. Как говорит Павел, ослабил удушение и, по всей видимости, за это был наказан. Евгений Сталев хватку ослабляет редко или практически не ослабляет, когда он полностью контролирует ход матча. Когда он полностью контролирует ход матча, знаете, если уж мы эти борцовские аналоги к ним обратились, я думаю, что Евгений Сталев, когда полностью контролирует ход матча, он еще и болевые часто применяет. Да такие болевые, что кто-то аплодирует, а кто-то за голову хватается. Я абсолютно с вами согласен, но если серьезно, то какие шансы у Артема Моисеенко, когда он играет с Евгением Сталевым? Ну, шансы, во-первых, связаны с тем, что Артем игрок атакующий, и он может зачастую забить из сложного шара. То есть, такого, например, которого Евгений Сталев в оппозиции играть не станет. Вот, поэтому его надежда на вот эти, так называемые, то, что иногда мы называем броски-полуброски, и когда у игрока, так сказать, все получается, то часто это проходит. Вот, потому что в классической игре, где будут жесткие отыгрыши, будет борьба за позицию, с Евгением вообще трудно бороться кому-либо, даже игрокам старой школы. А вот эти молодые ребята, они отыгрываться не очень любят, всегда, в общем-то, нацелены на атаку. Поэтому шанс Артема, конечно же, в атаке, и в том, будет ли Евгений, так сказать, полностью концентрироваться, потому что все-таки иногда Евгений позволяет себе играть в кошки-мышки. Но вот сейчас мы видели, так сказать, шар, который забил Артем, это высшее бильярдное мастерство, тихий сваячок со своей половины, требует исполнения, чувства размера, ну, требует мастерства в первую очередь. Вот если он такие шары будет забивать, то почему бы не выиграть у Евгения Сталева, особенно если после этого, так сказать, хорошие серии делать. Потому что смысл Невской пирамиды не только в том, что нужно забить первого сваяка, охота за сваяком, а еще потом распорядиться позицией, что еще сложнее. Давайте посмотрим. Ну, а, соответственно, шансы Евгения в борьбе с такими остроатакующими игроками, хотя вот как раз Артем Моисеенко, он несколько выбивается из той когорды известных нам украинских молодых бильярдистов. Все-таки он, несмотря на то, что, ну, скажем так, склонен к атакующей манере игры, он может очень неплохо и отыграться и в нужный момент. То есть он оценивает позицию чуть глубже, не импонирует его игра в этом смысле. То есть не на все бросается, его просто так еще на бросок-то не разведешь, что называется. Согласен, Павел. И здесь можно вот провести, так сказать, какую параллель. Дело в том, что если мы возьмем игроков приличного уровня, бильярдистов, то, во-первых, все умеют забивать и, естественно, все умеют и отыгрываться. Другое дело, что кто этот арсенал использует. И все, в общем-то, решают пограничные ситуации, когда вот вроде бы можно отыграться, а вроде бы можно атаковать. Вот здесь как раз бильярдисты принимают разные решения. Кто-то затаится, кто-то, наоборот, идет в бой с открытым забралом. И я хочу вернуться вот к первому шару, который забил Артем из чего-то у него эта серия идет. Вот этот тихий сваячок из лузы со своей половины на другую половину. Мы, бильярдисты, в таких случаях говорим, игрок украл шара. Что это значит? Это значит, что действительно забил шара очень сложного, неожиданного. И при этом как бы партнер не виноват. То есть, когда нам забивают таких шаров, то мы понимаем, что от нас ничего не зависит. То есть, мы отыгрались, поставили шар в лузу, вроде бы ничего нет. И вдруг партнера забивает. Это и есть мастерство, и этим прекрасен бильярд. То есть, можно проиграть самому, а можно понимать, что ты сделал все, что мог, ошибок не было, просто красиво сыграл партнер. Ну что, повесил Артем Евгения на звоночек. И теперь интересно, сможет ли выпутаться из непростой ситуации в стартовой партии Евгений Сталев. Делал он это неоднократно. Со счета 0-7 отыграться возможно в Невскую пирамиду. Думаю, что сейчас именно этим и будет заниматься Евгений. Рисковать не будет. Вообще, дорогие дети, поймите, что уровень игроков на таких турнирах очень высокий. И уж если люди дошли до финала, и Артем дошел до финала, естественно, это очень сильный игрок. И поэтому совершенно понятно, что игрок такого уровня в любой момент может забить 8 ския. Потом, например, может забить с разбоя и дальше, так сказать, тоже сложить партию сразу. Вот эти взрывы, всплески бильярдные, они могут быть всегда. И вот эта игра, динамичная пирамида, она как раз Невская пирамида, по-другому можно ее называть. Она как раз тема хороша, что здесь как бы никогда ничего не ясно. Всегда любой игрок может совершить маленький подвиг, перевернуть ситуацию в свою сторону. Вот любопытный, да, был момент. Евгений же отчетливо понимал, что он отдает вот такого шара Артему Моисеенко. Но, видимо, решил, что тот его не забьет. То есть пытается поймать то, о чем мы с вами говорили в прошлом, в полуфинале. Пытается поймать на переоценке собственных возможностей. Но Артем очень грамотно играет. И посмотрите статистику. Типа три ошибки довольно много. Мы спишем на стартовую партию. Ну, все из шести шаров с последующим добиванием против Артема Успе в первой партии. Начинается пятая партия. Счет ничейный. 2-2. Снова Евгений. Со своим уже привычным на этом турнире разбой. Я помню, что пару раз у него в полуфинале такой шар падал. И Артем, посмотрите, избрал другое продолжение. Обычно он катил шар в угловую лузу. Вот как раз туда, куда сейчас катится белый. Но тут вдруг решил изменить своим принципом. С кем-то истерика случилась. Один из болельщиков, видимо, до конца верил, что этот прицель не упадет. И очень расстроился, когда этого не произошло. А вот сейчас с такими-то ударами нужно быть поаккуратнее. Артем, вы посмотрите, еще пяток сантиметров. И прицельный в лузе был бы виден. Евгений, естественно, закучкой сейчас будет оставлять. Если такая возможность ему будет предоставлена. Но, судя по всему, будет. Присасывает буквально к белому биток. Ну и два борта за кучку. Хорошую, как Паша говорит, за кучку, за маску сделал Артема Есеенко. Сейчас Евгений уже посложнее. С массы приходится ему играть, видите? Ну, я думаю, удержит он. Смотрит, как там, какова траектория движения шаров. Шар перекатился, штрафа нет. Ну, сейчас Артем, думаю, не будет мудрить. Сделает то же самое. Два бортика. Главное оставить за кучей. И... Как не будет мудрить? Будет мудрить, видите? Куда играл. А так сразу и не скажешь. Вот вам ответ, как можно выиграть у Евгения Сталева. Нагляднее вот этого удара ничего не придумать. Как можно выиграть у самого Евгения Сталева. Пожалуйста. Ну, так можно выиграть, Сергей, одну партию. Много две. Она же вот очень важная партия может быть. Сейчас эту партию Артем на самом деле проиграл. А так получит, что он ее, скорее всего, выиграет. Счет вместо того, чтобы быть 3-2 в пользу Евгения, станет 3-2 в пользу Артема. А дальше все может быть. Вот цена дурака на русском бильярде. Начнем с того, что он эту партию еще не выиграл. Хотя шансы, конечно, сейчас увеличились у него. И, во-вторых, дистанция все-таки еще достаточная для того, чтобы как-то побороть в себе этот комплекс дураков, который, естественно, есть у Евгения в равной степени, как он и наверняка сформирован у Артема. Никому неприятно, когда соперник забивает дурака, да еще и с этого начинает выйти какую-то результативную серию. Ну, опять-таки, уже, так сказать, об этом не один раз говорилось. Цена дурака разная. Одно дело, дурак при неважном счете, или падает дурак, когда шаров в дырах нет. И другое дело, когда шары висят по дырам, падает дурак. Это три больших разницы. Согласитесь, дурак, который упал при счете 0-0, даже шары по дырам, один шар стоял, в лузе практически, ну, вот эти три. Три шара смог взять Артем. Зачем он сейчас тянулся, да, вот этого чужого играл с руки? Зачем ему надо было ложиться на стол, что не было в другие лузы игры поудобнее? Да, вы абсолютно правы. То есть, Артем нарушил, да, самый главный закон. Вот эту бильярдную табличку можно вешать в любой бильярдной перед любой игрой. Неудобно не бей, выбери поудобней. Тем более, есть выбор. Да, да, да. Но дело, когда выбора нет, и тебе приходится бить неудобно. А тут ты сам себе ставишь неудобно и тянешься, лезешь, пытаешься что-то совершать. Ну, как бы, видите, взял не свое, решил, видимо, вернуть назад. Ну, посмотрим, Женя, насколько он будет любезен, возьмет ли. Александр, весь во внимании, что же убрать со стола. Тринадцатый оставил, Женя. Оттяжечка с подбоем. Видите, порезки ставят, чтобы эти два шаря подбить. Нет, проводят мимо. Под свояка через весь стол он. Потому что свояк стоит, вот, видите, недалеко от Луза. Это легкие свояки, на самом деле. Интересно наблюдать всегда, когда вот в русский бильярд начинают играть снукиристы и пулисты, причем высокого уровня. У нас же пробовали на русских турнирах играть и чемпионы мира по пулу. Пустаманты, например, играл. И получается, что когда люди, они же не приучены к своякам, что когда они не понимают, что такое легкий свояк, и вместо легких свояков играют чужих шаров, то как раз вот получается самое интересное, становится понятно, чем русский бильярд отличается от других бильярдов. Оказывается, понять, что свояк легкий – это не так просто даже чемпионы мира по пулу сразу. Что уж тогда, так сказать, требуется простых смертных. Сейчас любопытный момент произошел. Кто-то так громко чихнул, что Евгений Сталев уж перестал целиться. Видимо, волновые колебания дошли к нему. Слава Богу, не упал, да? Упал, но не Евгений Сталев, а у него шар, и чуть позже. Но только все равно остался недоволен своим ударом. Женя, видимо, хотел какую-то оттяжку. Он отмечал, кстати, в послематчевом интервью, как раз вот после победы над Эдуардом Галианцем, что никак свояков он пока поймать не может на этом столе, к сукну не приноровился. Ну вот, к вопросу о том, умеет ли Евгений Сталев бить сильнее. Умеет, если уделен, и это нужно, пожалуйста. Ой, Павел, смотрите, вот сейчас, дорогие телесные шары, которые бил Евгений, это кривой, чужой, на большой резке. Вот Евгений этих шаров играет просто феноменально. Этот шар был куда как легче. Ну, пошел за вторым чужим подряд. Не та игра, чтобы чужих забивать. Евгений это как бы подсознательно чувствует. И бьет. Ну, он бьет, чтобы ему, видимо, хочется как-то игру оживить. Вообще, он демонстрирует Артему, что он Артема не боится, что готов иногда делать такие открытые удары, совсем Мариловку не устраивать. Ну, и, естественно, он при этом думает о телезрителях. Потому что, если бы бильярдисты отыгрывались по 50-100 раз подряд, то телезрителям, конечно, смотреть такой бильярд было бы тяжеловато. Поэтому иногда, наверное, все-таки надо игру оживлять. Сейчас вот странный удар придумал. Если Артем забьет, ничего удивительного в этом не будет. Стоял этот сторож, да, и Евгений все-таки сыграл так, как сыграл. Да там это был хороший свояк, еще раз. Павел, вот с этим вот сейчас очень хорошо было видно. Артем играл свояка, который был как бы с самого борта. И в чем специфика русского бильярада? Что чужие с борта сложные шары, потому что это не пулус-нукер. А свояки хорошие, потому что свояки мы с верхними винтами играем. Я еще раз повторю. Поэтому я удивляюсь, зачем Евгений дал шанс, так сказать, отличиться Артему. Что он не видел, что там стоял этот сторож, видел прекрасно. Почему так сыграл, непонятно. Сейчас если отдаст эту партию, в которой, в принципе, преимущество его на глаз было заметно, и вроде как владел ситуацией, за один такой удар. Уже отдал партию. Ну, еще пока нет. Восьмой не забить. Но все к тому идет. Ну, теперь отдал. Хотел бы посмотреть сейчас на Евгения Сталева, как он себя чувствует. Восемь пять. Завершилась пятая партия. Три-два в матче в пользу украинца. И вот этот глоток воздуха, который дал сейчас, то есть, не додушил. Хотя мог россиянин, может оказаться очень и очень значимым фактором. Статистика. Смотрим 4 на 4 у Артема. Чужих у Евгения больше, чем своих из его пяти забитых шаров. Трижды были неточны в атаке, что довольно много. Ну и серия, видите, у одного четыре, у другого пять. Важно то, что Артем впереди. С какой-то невероятной скрупулезностью и точностью до микрона Александр Тимофеев под бдительным присмотром Артема Моисеенко выставил пирамиду. И посмотрите, недаром над душой стоял игрок. Видите, приносит результат первый удар. И вспомним, с какого момента раскрутился. Вот спасибо большое нам тут же подсказывают. Текущая серия. Со счета 5-3 он начал свое восхождение в прошлой партии. Завершил он на счете 8, то есть 5 шаров. Сейчас шестой с разбоя. Есть шанс забить седьмой с руки. Напомню вам, что на этом турнире пока Арман Баклачан. Впереди планеты всей. 19 шаров с Киа. Но где Арман Баклачан и где Артем Моисеенко? Арман, к сожалению, выступил неудачно. Я помню пик его карьеры. Летом прошлого года, когда он выиграл Кубок Москвы в финале буквально истязал молодого украинца Ярослава Терновецкого. Очень достойно он смотрелся в это время. Но как-то потом сник Арман. Не знаю, с чем это связано. Естественно, желаем ему только удач, только побед. Игрок он талантливый, одаренный. С таким, знаете, подкупаемым кавказским темпераментом всегда заявляет, что он сейчас выйдет и разорвет любого. Беда у Армана одна, Павел. Вы как раз об этом и сказали. Из-за кавказского темперамента он настолько ему нравится в атаке играть, что бросается он, но он всегда отличался еще, когда помоложе был тем, что в жесткой атаке играл. Потом вроде стал чуть-чуть покуратнее играть. Но все равно, я бы сказал так, прийти к классике, к правильному пониманию бильярда, к правильному пониманию того, что слишком рискованные удары нельзя делать, ну, попросту гая принимать те решения, которые Женя Сталев принимает. Арман пока вот еще такого понимания бильярда не добился. И поэтому, как вот он может выиграть у любого, и вот серию 18 шаров сделать, так может и проиграть у любого. Потому что когда он сильно бьет, шары бегают, и потом стоит в самые дырки. А как же, кто сильно бьет, тот сильно играет? Это великая шутка бильярдная. Все с точностью до наоборот. Я вот всем ученикам говорю очень просто. Дорогие друзья, вот если вы хотите научиться играть бильярд, вы должны быть готовы к тому, что бильярд – это скучная, занудная, медленная, плавная игра. Вот задумайтесь на такой формулировке. Какое количество учеников, я так спрошу Сергея, у вас осталось к этому моменту? Не всех вы распугали такими формулировками? Что такое хит-парад ошибок с той и с другой стороны? Нет, все на самом деле так. На бильярде нужно медленно подходить, медленно целиться, медленно принимать решения, медленно, плавно бить, не дергаться. То есть весь фокус в том, что бильярд не требует не только силы и ловкости, а еще по большому счету особой энергии не требует. Поэтому играть в бильярд и совершенно не обязательно при этом быть спортивным человеком. Это умная интеллектуальная игра. Какую-то мантру сейчас нашептывает. Евгений и сопровождает это своей коронной фразой «Нет шансов». Из опыта общения с Евгением я знаю, что если он говорит, что нет шансов, значит, раздражен он. Скорее всего, на качество сукна грешит, но не грешит же ему на свои руки, правильно? Сами себя бильярдисты обвиняют крайне редко. Ой, какой хороший удар. Очень грамотно позиции распорядился. Ну и все при таком-то количестве шаров в открытой позиции, я думаю, что два Артем найдет легко. Ну, видите, дело в том, что очень много Евгений сегодня почему-то бросается, ныряет, как мы говорим, рискует, и... Артем ушел в отрыв. Да, но тем интереснее. Просто так-то же не сдастся, естественно, будет бороться. Может быть, Евгений решил сегодня, так сказать, в открытый бильярд сыграть? Это вряд ли. Он в послематчевом интервью клятвенно пообещал всем телезрителям, что финал он сыграет лучше, чем полуфинал. Ну что? Нет, конечно, не будет он... Не будет он играть по лузе. Почему? Он все равно играет по лузе. То есть от короткого борта он свой акт все равно в сторону луза направляет. Шарик в губке всегда тычется на таких ударах. И скат в угловую. Тут, правда, подбой может произойти. Что делает Артем, а? Артем забивает. Вот что он делает. Очень опасно играл сейчас. Очень опасно. Но победителей, как известно, не судят. Претензий к ним не предъявляют. И 4-2 сейчас в пору, наверное, Евгению стали убрать дайм-аут. Думать, что же происходит. Почему у него нет шансов, как он сам выразился после обидно исполненного... Даже не исполненного, а обидно промазанного шара. И смотрим свой чужой 4 на 4. 2 и 3 не забил. Тут я бы, наверное, поспорил со статистиками. Но не буду, как так подсказывает редактор. Максимальная серия 4 шара. Ну и партия, видите, всего-навсего 6 минут. Хотя мне показалось, что гораздо дольше. Ну что, ключевая партия, наверное, сейчас начинается. Давайте внимательно за ней последим. Счет 4-2 в пользу Артема. Он у стола. Снова ему удается результативный разбой. 4-2 и до 7 побед. Представляете, да, что если сейчас будет 5-2, то шансов отыграться уже не будет немного. Но Артемов фатально не везет в финалах. Наверное, какие-то выводы он должен делать из этого невезения, к которому он сам прикладывает руку. Есть и второй шар. А вот, видите, с Вейка ни самого сложного забить не удалось. Провалил удар. Чуть поглубже бы палочку провел, глядишь, и упал бы шар. Не так рано свернул с траектории. Ну, Женя, ну, чемпион. Как оно бывает? Пока действительно шансов нет. Вот, может быть, здесь бы, да, когда нужно завестись, вот этот самый кавказский темперамент бы мог помочь. Будь он с тем же Арманом Баклачаном или... Тут Артем... Тут любопытный разговор произошел между Женей и Артемом. Не знаю, слышали вы или нет, они парой фраз так обменялись. По-моему, второй или третий раз Артем путается в такой простейшей проводке. Кстати, Евгений тоже отличался в этом финале. Я вспоминаю подобного рода в проводках он запутывался. И вот сейчас, проходя мимо Артема, Женя улыбнулся, мол, типа, ну, сколько можно уже такие простые ошибки совершать? И сказал, кому я проигрываю? После чего, видите, что делает? Чужой среднюю лузу и свой классический штаны. Штаны или, как, говорит, еще один известный и мной любимый бильярдист, кстати, тоже грузин Ива Арчвадзе, трусарти, он так называет, этот удар, никоим образом не рекламируя известную марку. не хуже штанов тоже, да. Да, не хуже штанов совершенно свое дело. Ну, вот, может быть, это как-то стряхнуло какие-то, не знаю, что могло стряхнуть? Ну, какие-то путы, безволие, или, не знаю, человек, вот это оцепенение стряхнуло с себя, вот эта вот ошибка Артема Моисеенко и последующие два шара одним ударом. Причем ошибся, Артем тоже на ровном месте. То есть, стоял элементарный отыгрыш, он шары запутал. Вот, Евгений сам сегодня играет какую-то действительно свою игру. Он начал бить чужих в эту игру. Вот, в предыдущих матчах он таких шаров вообще просто по лузе не играл. Играл, редко, но играл. Очень редко, а сегодня почему-то вот он... Ну, Артем тут почувствовал, что и он может позволить себе разочек сделать такой удар. что ж, сейчас будем наказывать тогда. Видимо, решил Евгений и свояка в средину. Видите, оба долбанули ненужных чужих и Евгению повезло. А вот Артему не повезло. Встал свояк и Евгений сразу, так сказать, начал наказывать. Ну что, 6-2, сейчас с руки 7 допустим. И нужно хорошо выйти под какой-то... Да под любой, под свой, под чужой, неважно. Выходи и забивай чужой в средину. Ну что такое, а? Куда ж так торопимся-то, а? Ну уж кому-кому, Евгению стали усоветовать не с руки, но равно как Артему Моисенько. И вообще всем бильярдистам, приехавшим на турнир в Бишкеке. Но ведь не первый же раз мажет Евгения такого шара. Ведь он все понимает. Потому что чужой опять был шар. Чужой шар на русском бильярде сложнее, чем в свояке. А любой шар, чем вы говорите, отличаются там все эти игры, пул, снукер, особенно безлузный карамболь в этом ряду может быть стоит особняком. Дело в том, что забить-то шара сложнее всего именно на русском бильярде. Ну, то есть сложнее всего забить шара, естественно, в карамбуле. В безлузном. Вот. А вот из этих из лузных видов бильярда забить шар, при том, что мы говорим, что это довольно просто, тем не менее надо не забивать, что зачастую туда не хотят падать. Нужно очень много факторов держать под контролем. нужно очень много движений своих приводить, так сказать, в состояние некого баланса, чтобы шар туда упал. когда я иногда объясняю степень сложности шаров на русском бильярде, я провожу совершенно простые аналогии. Я, например, задаю вопрос. В футболе с центра поля можно забить? Ответ, естественно, можно. Но почему-то футболисты с центра поля поворотом любят. В баскетболе можно с центра площадки забрасывать? Тоже можно. Почему что они не бросают? А бросают только на последней секунде уже как отчаяние. Так и на русском бильярде здесь. Чем дальше, тем сложнее. И поэтому все чужие шары, которые не в дырках, которые не прямые, здесь это все шары непростые, все сложные. Это на пули и снукере там, пусть далеко, пусть на борту, пусть криво, там все чужие легкие. А на русском бильярде нет. Евгений сейчас прям действительно бесится, что называется. Ну, обидно, что после такого удара, после такого промаха Артема, там еще, наверное, три прицельных было задействовано, катались, но ничего не встало. Вообще, вот, Павел, сейчас сказали хорошее слово, уже не бесится. Я поддержу вас, потому что, вот я, зная Евгения, уже, так сказать, не первый раз и комментирую его, и до этого я видел в своей жизни сотни его монеталов, у него настолько вот обостренное чувство бильярдной справедливости, он считает, что вот заброски люди должны быть наказаны, что вот он именно расстраивается, когда вот его противник саданет что-нибудь, на сильном ударе все бегает и нет ничего, и видно по Жене, что вот его душа действительно расстраивается. Ну вот, наконец-то появились шансы у Евгения. 8-2, седьмая партия остается за россиянином, и отрыв сокращается до минимума, 4-3, смотрим на статистику, вот туда в графе не забил 4-5, похоже на правду, 3-5 свой чужой, у Жени максимальная серия 5 шаров, время партии 7 минут, у меня такое ощущение, что время тянется гораздо медленнее, чем оно есть на самом деле, но, наверное, напряжение матча сказывается. Итак, продолжается финальная встреча турнира Грам-при Евразии, турнира, который проходит в Бишкеке. Из более чем 30 бильярдистов двое сильнейших осталось, Евгений Сталев, Артем Моисеенко. Украинец пока впереди в этом финале, какой хороший удар, нет, не падает шар, с учетом 4-3 до 7 побед проходит по регламенту. Решающая встреча. Ну и все внимание на стул, именно здесь сейчас разворачивается все самое интересное, любители бильярда, вашему вниманию самые напряженные моменты этой встречи. Пытался глазами загипотизировать шар, показать ему дорожку, но вот видите, в какой-то момент понял, что не помогает. Ошибка на ровном месте, легкий свояк. Насчет оправданности рискованных ударов активной игры мне очень хорошо запомнилось рассуждение, но оно может быть немножко даже шуточное, известного питерского бильярдиста Владимира Николаевича Абдюшева. Такое хорошее, так сказать, у него есть еще сленговое прозвище Пушкинский. Это интеллектуальнейший человек, умнейший, прекрасный бильярдист, кстати, один из немногих, кто самого Евгения Сталин на турнирах обыгрывал. Владимир Николаевич артист, то есть он играет в артистический бильярд, сумасшедшая кладка, арсенал великолепный, нет никаких тайн на бильярде. Так вот он очень интересно рассуждал, когда он оправдывал возможность броскованных. Рассуждал так, ну вот я, предположим, хочу сыграть рискованного шара. Я примерно понимаю, наверное, все-таки бросаюсь, ныряю, но дальше, если я забил, понятно, я сразу пан, а не пропал. А если я не забил, ведь то, что шар потом подставится, это 50 на 50, то есть 50 процентов, что меня пронесет, ничего не будет. А дальше тоже 50 на 50, даже если я подставил, ну пусть не самого легкого шара, а нормального. Противник же может ошибиться опять 50 на 50. И вот тут такое интересное, логическое оправдание броска. То есть, таким образом, он свою цепочку выстрел до, то есть, довел до нуля. Да, то есть, получается, делено пополам, пока не получилась цифра близкая к нулю. Быть не должно. Наказание близко к нулю. Железная логика. Я слышал другое от известного бильярдиста, от Антона Мерцалова, что, в принципе, посчитано уже, оказывается, только на шестой глупый удар что-нибудь встает сопернику. То есть, пять тебе судьба простит, а на шестой что-нибудь встанет. Ну, примечательно вот такое процентное соотношение. Сам я пробовал проверять. У меня встает гораздо чаще. После моих глупых ударов, сейчас поясню, чтобы не было кривотылков. То есть, можно ударить можно ударить что-нибудь такое, что вся пирамида будет перемещаться гуськом дружно из одного угла в другой и может встать прямо сразу же какая-нибудь подставка легкая. А вот у мастеров говорят только на шестой раз. Но, правда, Женя вот сейчас опять сыграл и прошептал, что он не может ничего забить и что как, собственно, с этим бороться он пока не может. Нет, нет, Павел, там дословно было так не могу ни одного свояка забить. Да, безусловно, что с чужими у него проблем чуть поменьше. То есть, он как бы сам себя заводит, что он никак к сукну не привыкнет. Но дело в том, что свояки, которые он не забивает, они все-таки через весь стол. И это не такие уж и пенальти. А игра он шаращил перед этим рискованного. То есть, он голодов свояка в одну лузу, а в другой лузу стоял сторож. Поэтому понятно, что если он не забивал, он попадал. Поэтому совершенно неизвестно, тактически оправдано ли это было решение. То есть, Евгений продолжает рисковать. Ну вот. Ну, вот наказание. Дорисковался. 5-3 впереди украинец. Вот он, Артем, знает свое дело туго. Вот он делает то, что умеет и здесь, так сказать, каких-то слабин он дает немного. Вот, допустим, посмотрите, Артем Моисенко не забил. 1. И обратите внимание, разрыв-то небольшой, да, Евгений Сталев 2 не забил. И вот там, где Артем позволяет себе не забивать, Евгений Сталев почему-то вдруг ведется на эту же игру, начинает активно атаковать лузу, тоже промахивается. И, как правило, в графе не забил у них там бывает по 3, по 4, по 5 неудачных атакующих попыток. Начинается партия номер 9 при счете 5-3 в пользу Артема Моисенко. Ему осталось два шага. Две партии выиграть для того, чтобы для того, чтобы победить на этом турнире. И посмотрите, третий подряд разбой удается ему. посмотрел, куда нужно выйти шаром. Не мудроство, а лукаво. Ну, неплохо. Хорошего слойка сам себе ставит. Через весь стол расстояние большое, да. Но я видел, как он их сыгрывает. Повторяю, в финале в финале вылетело название турнира из головы. В финале Евротура вот наконец-то пришло в голову название соревнований, когда они играли в московскую пирамиду. Таких слойков, поверьте, он сыгрывал не раз, и не два, и не три, и не семь, и не восемь подряд. Серьезная заявка на победу сейчас делается Артемом Моисенко вот этой вот своей серии. Очень, не очень неплохой. Девять шаров уже забил. Видите, графика нам говорит за три минуты сорок пять секунд. Это десятый, но сейчас, наверное, его серия вряд ли интересует. Скорее всего, он не догонит Армана Баклачана. Девятнадцать шаров он не положит, но ему это был десятый и последний, нет, не последний. Нужно забивать, да, молодец Артем. Сконцентрировал, посмотрите, как долго выцеливал очевидный свояк, все прекрасно понимает, и какая поддержка у него образовалась на трибунах республиканского дворца спорта в Бишкеке. Это двенадцатый, это тринадцатый шар. Быстро. Сколько длилось партии? Три или четыре минуты? Он забил с разбоя. Да, он забил с разбоя и сложил, то есть у него партия получилась быстро, плюс ко всему серия 13 шаров и сейчас две минуты. Может это я? Мне опять кажется, что партии идут чуть медленнее, но видите, идеальная статистика у Евгения Сталева. Называется сидел на стуле. И так, дорогие друзья, кульминационные моменты этого финального матча, в котором встречаются Артема и Синьки Евгений Сталев все ближе и ближе. Несколько ключевых эпизодов мы уже с вами пронаблюдали и теперь и теперь, дорогие друзья, каждая следующая партия, включая эту, может стать последней. Это 14-й шар, забитый подряд Артема Моисеенко. Начал он при счете 4-3 в свою пользу. Причем начал он, имея в активе три забитых шара в партии. 5 ския предыдущую партию еще стал 5-3 в его пользу. Предыдущую партию он унес с разбоя все 8. Итого 13-й шаров. Это 14-й. И посмотрите, какая досаднейшая ошибка. Вот где нужно было подготовиться. Ну, Женя. Очень быстро наносит удар. Но падает. После полуфинала, который Артем выиграл у Канебека Саганбаева на его родной земле, он давал интервью какому-то средству массовой информации киргизскому. И я слышал, как он на вопрос, когда у него спросили, как вот в финале можете Евгения Сталева играть? Он говорит, почему бы и нет? Мне важно сыграть просто в свою игру. Я тогда подумал, я скажу, у него своя игра. И вы знаете, вот сейчас, когда я видел, что он 4 подряд разбоя забил, а поверьте, дорогие зрители, это очень сложно забить 4 раз боя подряд. Это нужно действительно вдохновение, кураж. Действительно, Артем сегодня играет просто прекрасно. Может быть, это даже его звездный час сегодня. Он достоин победы, безусловно. Достоин однозначно победы. Но пока она еще к нему не пришла. Как-то вот единственное, что меня не радует, Женя как-то без эмоций, безучастно взирает на все. Ну, забил свой ик, и забил. Вспомните окончание его матча с Эдуардом Гальянцем, где он смеялся, шутил, позволял себе удары из области циркового искусства. Более того, они получились у него результативными. Глаза горят украинца. Чувствует брызость победы. Проваливает. Нет шансов забить свои ик, как он говорит. Хотя до этого в полуфинале шансы были. Мне кажется, его надломил Артем психологически. Это важная составляющая. Где-то пару раз неудачно сыграл, до сих пор не почувствовал сукно, но ведь все в разных условиях. Это я могу жаловаться на то, что сукно не чувствую. Я любитель этого вида спорта. А профессионалы не первый раз играют на этом сукне и попадается им разного качества. Уже за свою долгую 20-летнюю бильярдную карьеру Евгений переиграл на разном сукне. Нет, Павел, здесь сегодня все просто. Просто Евгений сегодня не играет так, он играл, например, с Канебеком Сагенбаевым в финале Ялтского турнира. Он не играет в Мариловку, он не держит на коротком поводке Артема, а он с ним играет сегодня в перестрелку и удивляется почему-то у него какие-то свояки не падают. То есть, он не захотел играть сегодня ту игру, которую он умеет, классику, суперклассику, жесткую, аккуратную, и это его собственный выбор, поэтому удивляться ему нечего. Ну и давайте также скажем, что и Артем Моисейенко тут кладет серии по 14 шаров подряд, а пойди против таких серий играй в эту классику, когда тебя со стула даже. Со стула не дают кстати. И Артем сегодня действительно играет прекрасно и он демонстрирует самое главное, что можно бороться с Евгением. Можно, но только для этого нужно Евгения наказывать за его ошибки и наказывать именно серийно. То есть, ни одним шаром, ни двумя, вот так, пять шаров, восемь. Вы знаете, основная заслуга Артема, на данный момент повторяю, встреча еще не закончилась, заключается в том, что он заставил, или не знаю, как так, звезды встали, ну скорее всего Артем к этому причастен, причем наипервейшим образом, он заставил Женю играть в ту игру, которая была ему необходима, не Жене необходима, а Артему необходима. Вот ему проще бороться со Сталевым тогда, когда вот он вот такой вот. Абсолютно, Павел, с вами согласен, ведь вы, посмотрите, когда Евгений очень сильно старается, он ведь может отыгрыши сделать подряд и 20, и 30, и 50, сколько нужно, столько и будет морить. А сегодня, вы заметили, два-три раза отыгрались, что-то по лузе, два-три раза отыгрались, что-то по лузе. То есть, вот этой, так сказать, бетонной защиты мы не видим абсолютно. Аккуратнейшая игра от обороны. А это уже, так сказать, когда игра идет в атаке, это уже лотерея. Кто кого перекладет. Ну, класть очень здорово умеет, в том числе, и Артем. Умеет и любит. Ну, забивай свояка. Ну, видите. Ну, сам только что оценил. Из лица бьет свояка с борта через весту на размере и удивляется, почему он его не забивает. Очень непростой шар. Сам оценил после этого удара, что одна миллионная процента, что он его забьет. Ну, видите, тут же и Артем отличается. Уже не хоть улыбнулся. Женя, давайте будем как-то, не знаю, оценивать свояки. что... Там замазанный свояк. Он хотел играть, увидел, что замазанный, видимо, шарк. Нет, он там проходит. Проходит от ближнего. Думаю, что нет, потому что если бы проходил, он бы играл, потому что шарк такой рабочий. Возможно, он боится оставить там в районе Луза, чтобы потом оттяжку не получить. Сейчас посмотрим, проходит. А, нет, ну, он играет от другого шара. От другого? Я про этот шар и говорю. Сложнейшего, сложнейшего. Продолжает нырять сам Евгений Сталев. Пытается поймать удачу. Ну, вот так, Павел, если по-своему сказать, наверное, это и хорошо, потому что если Евгений будет выигрывать все турниры, у других же он просто отобьет охоту в бильярд играть, да? А так, так сказать... Евгений выигрывает не все турниры, плюс ко всему этот он уже не проиграл. Ну вот, можно начать. Позиция открытая. Счет 3-3 в этой партии. Партия важная, отступать некуда. Позади в данном случае Бишкек, что тоже немаловажно. 4-3, с руки. Позиция более чем открытая, да? Ну, куда уж тут еще больше. Обычно в таких позициях Евгений разбирается очень легко. Разбирается, когда он в нормальном состоянии. В середину свояка забьет или нет? Забьет. Скольки миллионные процентов? Отсюда не видно. Если не тонкий, то легкий. Нет, он не тонкий. Забивает. Видите, сразу из одной миллионной процента сразу так до 100 процентов подскакивает. 6. Ну, седьмого с руки обязательно. И надо думать, тот свояк не очень хороший, далеко все-таки стоит шар от Лузы. Разве что перевести совсем на ту половину. Что такое? Что происходит? А происходит что, Павел? Просто происходит. У Евгения было сейчас 6 шаров и был очень легкий шар. А я уже много раз говорил, что пуловский удар, эти тихие тычки на чужих шарах это самые сложные шары. Поэтому если бы этого шара Евгения сейчас просто играл сильно и делал выход на сильном ударе, он такой шар забьет из тысячи тысячи. А вот на пуловских тычках, как иногда позволяет себе экспериментировать, можно не забить. Короткий удар. на русском бильярде самое сложное это выход на таких тихих тачках. Ой-ой-ой, под железку, насильно. А как мы можем? А вот так вот. И экстаз на трибунах, и очередной гвоздь в крышку виртуального гроба Евгения Сталева. и француз. Вообще, Павел, недавно был турнир в Грозном, проводил его Рамзан Кадыров, и я слышал, что Евгений там в финале проигрывал, не помню кому, по Ломарю, кажется, но не важно, проигрывал 6-1 до 7 побед, и умудрился взорваться и выиграть. Очень хорошо. Я был бы не против, чтобы он сейчас взорвался точно так же, а в контре пусть победит сильнейший. Ну вот сейчас ему нужно сушить игру. Нет очевидных ударов, все. сейчас на флажке Евгения висит, сейчас только разве что если Бильярдный Бог ему поможет. Потому что цена ошибки уже сейчас более чем велика. Одна ошибка и все. Очень красивый удар сейчас Артем делал. запускал француза по борту чуть-чуть вращения не хватило. Шансов забить у него было мало насколько я увидел по траектории движения. Не в размерах. Очень удобно атаковать Жене в данном случае все точки на шаре были видны. Нужно вот тут вот в этих мелочах нужно же не добавить прежде всего если он хочет вернуть интригу матча ему добавить телезрителям посмотреть зрителям в зале выключить мобильные телефоны в общем сейчас конечно нет уже мелочей все составляющие крайне важны и зрители должны себя вести адекватно ситуации поскольку понятно что один игрок не привыкший проигрывать сейчас уступает и может случиться интересная позиция шар на той половине но он замазался и вот здесь даже Евгений думает видите редкая позиция где он думает долго сегодня решает такой ребус вот он бильярдный как выйти из замазки потому что он понимает что если дать игру Артему то поскольку у Артема 5 шаров то все может закончиться сразу сейчас с одной серией с одного подхода то есть фактически дорогие друзья они играют в последнем шаре то есть еще раз счет 6-5 в эту игру это по большому счету примерно то же самое что 7-7 ну кстати очень неплохо разобрался Женя с ситуацией поставил в самую дыру шар и теперь оттуда ковыряйте свояк наитончайший я даже думаю что может быть не будет его от длинного борта к себе будет возвращать самое правильное решение решение этой проблемы да еще как прицельно интересно что Евгений будет делать выбивать похоже не знаю не знаю думаю что нет а бриколь а бриколь а бриколь вот дорогие друзья вот сейчас была интереснейшая поэция видите Евгений не стал играть чужого через весь стол в самой дыре а зачем ему зачем потому что он действительно понимает бильярд а любой участник этого турнира на его месте бил бы сейчас по лузе потому что у Евгения высочайшее понимание бильярда он действительно понимает что в эту игру не нужны одиночные чужие потому что не забил и приплыл вот пожалуйста за то что он не бил того чужого сейчас награда скатил свой очка и все в его руках да глупо отдал конечно возможность для такой для атаки с высоким процентом попадания Артем ну тем интереснее Женя только надо забить просто забить забить заберет ну что один раз отполз флажка но тем не менее все продолжается и Евгений выиграв партию решает взять минутный перерыв 5 минутный перерыв и я его надо сказать очень хорошо понимаю напряжение высоко сейчас нужно ему просто сконцентрироваться поговорить как-то договориться с собой определить все-таки процент вероятного попадания свояков в лузу чтобы он отличался от одной миллионной а статистика вы видите сами 4 на 4 максимальная серия была небольшая но видите в атаке Артем Моисенко 8 раз дал мимо лузы Евгений 6 в общем отличились от другой в партии но важно то что интега не умерла и матч продолжается итак дорогие друзья на ваших прячет глаза прячет глаза но скорее он сконцентрирован Женя висит на флажке и нужно ему перестать играть в тот бильярд который он нам показывал на протяжении последних на протяжении последнего часа скажем так то есть сейчас нужно что вот называется как бильярды говорят укатывать в асфальт Артема то есть отыгрываться до верного что Женя умеет и любит делать никаких сомнительных ударов если он хочет победить а вот что нужно менять Артему Артему наверное менять ничего не надо ему нужно сейчас прежде всего договориться с абсолютной психикой потому что он не раз проигрывал турниры именно в финале и с такого счета когда ему не доставало до победы общей победы всего-навсего одной партии и вот посмотрите видите какие обидные промахи может поплыть так сейчас Артем легко еще вот так вот сейчас дорогие телезрители Павел Черемесин сказал очень хорошее слово сомнительные сомнительные ударов и именно вот в этом выражении заключается очень хороший бильярдный смысл великий бильярдный смысл то есть одно дело удар явно плохой явный бросок а другое дело вот эти все средние варианты где то ли играть то ли не играть можно забить можно не забить а ведь весь фокус в том что удары сомнительные действительно потому что если ты забил понятно твое но не забил ты же даешь шанс противнику вот в чем дело поэтому нужны вот когда чтобы вытащить такие матчи вот с 6-3 вот нужны только решения аккуратнейшие решения после которых никогда ничего нет ну то есть условно нужно разыгрывать позиции доверно до легких шаров и уже с легких шаров раскручиваться сейчас Женя высмотрел конечно я хотел было перебить вас что же Женя делает шаром играет стояла парочка смотрела прямо в лузу ну вы понимаете да что это не прямой удар вот чуть винтик побольше забери случайно не угадай там ну вы понимаете это же третий шар все-таки как он себя поведет а выход то он делал феноменальный под свояка в середину его сделал но шар упал все как бы претензий нет забил согласен с вами Павел Евгений высочайший мастер стоп продемонстрировал вот это умение играть такие парочки на самом деле это очень важно и это тоже высшее бильярдное мастер стоп потому что даже если эти парочки смотрят в лузу или почти смотрят в лузу они все эти удары заключают в себе так сказать определенные изюминки и Евгений очень хорошо играет эти парочки вот после Пуловской школы потому что там так сказать эти удары они очень часто нужны потому что лузы широкие и там парочки падают вообще почти наверняка а вот переносить это на русский бильярд сложнее и это очень важно итак театр одного актера мы дорогие друзья с вами сейчас увидели в этой партии уже не просит успокоиться всех ничего страшного не происходит только я сделал свою работу но то что так быстро он прибрал к себе 11-ю партию то есть буквально за 3 минуты Евгений Сталев выиграл эту партию видите дал 8 шаров ския вот сейчас интересно будет сможет ли Артем Моисеенко этот удар сдержать у него еще целая партия в запасе и это много вот как вы думаете сейчас ударит по лузе Евгений Сталев сразу конечно нет тихонечко я прямо сейчас начну есть свой микрофон если это произойдет а самая длинная серия его не волнует и вы правы Павел сейчас она его не волнует поскольку кульминация действительно кульминация Артем вот игрышев сейчас и Евгений будет отыгрываться будет искать нет посмотрите но бросился все равно бросился Евгений сбор сильный сильно повезло сейчас если бы на его месте был бы сейчас Артем Моисеенко и это бы случилось у него Женя бы тут разродился такой тирадой вот в этом же и фокус Павел что свое везение на бильярде нам кажется справедливым конечно а чужое везение это вот наказание господнее да 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 как-то свой дурачок ближе к телу да конечно ближе к лузе я бы сказал чужого на сильном так бильярдный бог начинает заступаться за Евгения Сталин а знаете что напоминает мне кажется сейчас очередь сидеть Артема Моисеенко поскольку это вот конкретное дежавю еще раз припоминаю финал Евротура 6-2 в финале до 7 побед ведет Артем Моисеенко его соперник Ярослав Терновицкий 6-2 огромное преимущество по игре нет шансов одна миллионная процента одержать победу в финале у Ярослава Терновицкого он берет перерыв и после этого все меняется и как начали падать дураки у Ярослава и сломался тогда Артем поплыл сломался и проиграл 7-6 Ну вот уже видите глаза бегают не хочется наверняка вспоминать это Артему хорошо что сейчас он не слышит нас ну а нам воле-неволе приходится сравнивать Позволю Павел еще свое четверостишее привести я как-то уже в предыдущих про Ташиху читал как раз оно вот об этом бильярдном блоге фарте дурочках бывает фарт почти как в сказке ушкаль попрет кому-то масть бросок закончится за маской дурак не сможет не упасть вот мы видим у нас прям какой-то вечер стихов сегодня помимо того что помимо того что у нас прекрасная игра нас еще Сергей Бондарев радует поэтическими строками посмотрите не так давно это была одна миллионная процента а теперь что произошло Сергей расскажите нам вы как человек поигравший на бильярде а вы знаете Павел ответ очень простой когда меня спрашивают сейчас почему забил почему не забил просто забил и все сейчас шара шар был средней степени сложности мог забить мог не забить тут даже трудно сказать повезло не повезло как например футболист когда он бьет не пенальти а бьет например метров там с 15 и никто ему не мешает ну вот забить может не забить ну вот теперь мы видим того Евгения Стелева который уже наверное не сомневается в своей победе как в этой партии так и в матче хотя впереди контровая партия и тут может быть все что угодно шартом круглый эту партию Евгению бильярдный бог подарил ну нам повезло дорогие телезрители потому что теперь мы будем иметь возможность увидеть самое интересное что бывает на бильярде это контровые партии благодарит Женя за поддержку зрителей в республиканском дворце спорта а вот лицо Артема Моисеенко я сейчас ему откровенно говоря не позавидую смотрим называется сидел на стуле теперь очередь Артема Моисеенко и видите два раза по четыре нет не сидел Артем естественно на стуле отыгрался один раз неудачно и на этом все закончилось и так контровая партия впереди дорогие друзья ну что две шестерки два ноля это финал гран-при Евразии в Бишкеке и вот тот кто первым сейчас доберется до цифры восемь тот и чемпион расклад явно простой вот за что они борются плюс ко всему это будет подкреплено солидным денежным вознаграждением и если дорогие друзья вот это зрелище каким-то образом тормозит развитие бильярда в нашей стране или ему активно мешает ну тогда наверное надо проще поверить в инопланетян скорее всего непонятна мне позиция международного комитета по пирамиде который может после всего увиденного если и когда они смотрят эти турниры в чем я почему-то сомневаюсь после прочитанного как можно дисквалифицировать игроков за то что они принимают участие вот в таком бильярдном пиршестве правила не те мол смотрите какой накал страстей повезло повезло евгений вернет я вот не вижу есть свояк в середине нет сейчас Артему нужно будет оценить евгений как будто из вредности продолжает рисковать играть свояков с борта через весту и удивляется что он не просто их не забивает он даже в точку не попадает там контратуши идут у него и вот опять боженька заступился Артем не сыграл хорошего свояка да прости но тоже удар то был непростой согласитесь согласен но мог упасть шар мог конечно и Артем забивал таких шаров а цена такого свояка сейчас велика потому что как мы помним смысл этой Невской пирамиды в том что цена свояка это где-то минимум два шара в среднем чаще всего я думаю шара четыре сейчас секундочку тут произошел ключевой эпизод похоже оштрафован Евгений Сталев не было двух бортов свояком ну и естественно ни один из чужих не перекатился через центральную линию стола то есть ничего страшного ну 0-0 или 0-1 но просто неприятно сейчас это наступательный порыв Евгения Сталева может сильно охладить то есть и так-то нервы на пределе что у того что у другого еще и штраф да нет Павел штраф сейчас никакой роли не играет шар шаром больше шаром меньше забивать здесь в эту серийную игру это нет я как раз к тому что шаром больше шаром меньше в этом смысле я совершенно с вами согласен я имею ввиду психология а ну может может расстроиться кстати вот очень это интересный вопрос вот я сейчас самого себе Павел задал а я ответ на этот вопрос не знаю у Евгения Сталева нервы железные вот если мы будем в бильярдном смысле говорить или наоборот он скажем так может где-то и лишний раз запсиховать думаю последний наиболее верный потому что я видел и подвиги бильярдные от Евгения Сталева когда он вытаскивал и 0-7 партии неоднократно и так сказать вот я рассказывал про турнир в Грозном 6-1 проиграл 7-6 выиграл по партиям но тем не менее я видел да что бывает Евгений начинает нервничать причем он как бы сам себя заводит вот в чем смысл он сам себя заводит ну он сам неоднократно говорил что та или иная встреча с его участием это лишь борьба Евгения Сталева с Евгением Сталева сможет он себя перебороть нет ему равных не сможет есть и получше игроки на данный конкретный момент времени сейчас тяжелая позиция у Артема шум будет ну хорошо сыграл да неплохо отконтролировал прежде всего свояка свояк на середине короткого классическая позиция русского Евгений согласился с этим ударом сказал идеально понимает игрок понимает оказывается вот что делать интересно дальний шар дальний шар сторож замазан в правом верхнем углу замазан кучей на середине сторож висит и от кучи очень трудно отыграться интересно какое решение выберет вот это называется дорогие телезрители петля выберется ли Евгений Сталев из петли которую поставил ему Артем пожал плечами и женился не знаю что делать сдаюсь нет и прекрасно сыграл вот Артему сейчас рисковать не надо а может и надо я никак не могу предугадать логику в действиях Артема играет он по всему свояка да я думаю что надо ему рисковать потому что или чужого ну свояка скорее свояк хороший хороший просто вот видели дорогие телезрители что произошло Артем подскочил подпрыгнул при ударе а это верный признак того что удар сорван что он нервничает сильно нервничает в точку не попал и вот сразу наказание да может быть вот эта позиция была ключевая предыдущая где Артем бросился не надо было играть этот удар Артем а забил бы в таком состоянии такие свяки не забивает ну вот посмотрим что сейчас Евгений Сталев позиция открытая на середине очень хорошо шары висят если сделать выход туда под свой очков то есть Евгению нужен желтый шар в центре стола смотрите получится в центре стола заказывали получите да вот похоже Павел на то что может быть и восемь ну восемь не восемь но шаров на шесть просматривается вот третий забитый забитый это четвертый но был оштрафован Евгений поэтому 3-0 забивай есть 4-0 ну еще парочку да бедный Артем Моисенко фатально не везет ему конечно так перевстал видно что концентрируется какой-то грохот там постоянно раздается в республиканском дворце спорта сейчас Женя под руку ну все тут все ясно и лучше всех это понимает знаете кто я думаю вы догадываетесь лучше всех Артем Моисеенко не судьба ему сегодня ну и последний шар пронаблюдаем каков он будет сейчас подвесив Артема на психологически важную отметку кстати последнего шара нет последнего шара нет но сейчас знаете я прогнозирую ну максимум три качественных удара по отыгрышу в исполнении Евгения Сталева если и когда он будет это делать он скручивает свои к ну вот допустим так да три-четыре удара и Артем даст ему стопроцентный шанс закончить партию и встречу и весь турнир в свою пользу смотрите даже наверное три не потребуется Артем тут же атакует в таком состоянии шанс на размере на отскоке одна миллионная процента смотрите куда проваливает нет он проваливает удар попал бильярдистом называем это попал в лоб лобешник и вот похоже на последний удар все внимание нет а там уже люди начали знаете как вот легкоатлеты перед попыткой просят поддержать хлопками когда на рекорд мира кто-то идет и вот уже там зрители в бишкеке стали аплодировать Евгению чтобы потом разогнать частоту этих аплодисментов до оваций да ну все в общем тут вопрос времени когда встанет сейчас встанет что-нибудь сто процентов а дурачок не упал вообще Евгений Старев сегодня показал далеко не лучшую игру бильярдный бог за него заступился ну я бы конечно так не стал говорить в сравнении с тем матчем который я все приводил в пример с Ярославом Тарновецким у того-то падало вообще какое-то невероятное количество дураков уже не упал только один вовремя да но он был какой-то там в числе первых двух или трех забитых шаров в партии все могло измениться да там позиция открылась там все бегало но тем не менее это нужно было еще взять то что сейчас Артем не забьет ничего из того что он будет играть это по-моему очевидно неужели неужели Шаром хочет забить Шаром будет играть и говорит партия должна быть по логике по логике Евгения Сталева а она как известно всеми почитаема и всеми уважаема это для вас дорогие телезрители Евгений закончен маленьким шедевром все-таки вот он Шаром забил последний красивый Шаром ну что еще нужно дорогие друзья для того чтобы популяризировать этот вид спорта если не вот такие матчи если не вот такие турниры если не вот такая организация всего этого всего этого действительно бильярдного пиршевства для гурманов очень жаль что нету в бильярдном мире согласия никакого но я надеюсь что оно у нас впереди пока давайте посмотрим на статистику 23 шара в четвертую лузу отправил Евгений Сталев ну и вот видите шестая луза оказалась им наиболее обделена но это наверное не важно важно то что уступая по ходу со счетом 3-6 дал в ряд Евгений Сталев 4 видите атаковал что странно казалось бы да Женя атаковал лузу чуть чаще но скорее всего это связано естественно с тем что он больше забил шаров отыгрывал тоже чуть чаще процент одинаковый трижды был оштрафован в отличие от Артема Моисеенко а теперь посмотрим да действительно атаковал лузу лишь потому что забил аж на 13 шаров больше чем соперник свой чужой разложил очень близко равно как это сделал и Артем Моисеенко только удивительно что своих у него больше чем чужих это показатель такой странный при игре в Невскую пирамиду не забили естественно по одинаковому количеству практически точность и тут не сильно отличается ну и максимальная серия вот Артем Моисеенко отличился 13 шаров 14 простого с руки не смог забить хотя тогда был ключевой момент дорогие друзья вот именно в той партии это была если мне память не изменяет 10 партия и в ней он мог победить и начал неплохо но кто же знал что это перелом ну и теперь дорогие друзья наверное для участников равно как для зрителей самое сладкое это церемония награждения и гости мы вас еще раз и рады приветствовать на этом замечательном турнире международному и по русскому миллиарду гран-при Евразии вот люди особо отличившиеся на этом турнире здесь и оба неудачника полуфиналов и наверное самый главный неудачник Артем Моисеенко который в драматичном напряженнейшем я не знаю какое количество эпитетов можно подобрать к этому матчу уступил вот этому самому человеку Евгению Сталеву с отсчетом 6-7 и очень неплохо смотрелся и шел на серию на самую большую результативную серию приз за который кстати получит не он потому что тогда он ошибся ошибся на 13-м шаре 13-м положил на 14-м ошибся памятный приз аплодисменты это был Вячеслав Кашин и вам улучшается три от компании Алтана и Компания уважаемый Растан Анатольевич вы улучаете ваш приз нашему величайшему игроку в серии самая сильная серия сорок в третьей главной категории поэтому молодой человек получает за самую длинную серию шаров у нас к сожалению тут были небольшие разночтения на сайте написано что именно Арман Баклачан с 19 забитыми шарами лидировал в этой номинации но полной статистики к сожалению мы не имели я думаю что во время более полного освещения этого турнира мы обратим внимание впоследствии на достижение на это достижение самое главное интересно же сколько забитых шаров а вот теперь все все прояснилось Арман Баклачан также отметился 19 шарами но он это сделал в числе 16 сильнейших игроков Арман к сожалению уступил в одной восьмой не попал в восьмерку сильнейших но там он запомнился и останется в веках вот этим своим достижением 19 забитых шаров теперь все стало ясно получает он свой приз памятную серебряную тарелку также естественно существенные материальные блага ну а мы должны наверное сказать большое спасибо Бишкеку он первый раз наш телеканал совместно с русским бильярдным домом проводит там турниры из серии гран-при Евразии и надо сказать что по словам телевизионной съемочной группы все на высшем уровне огромную благодарность мы выражаем людям которые помогли на местах то есть на Бишкеке организовать все это дело и вот собственно я думаю что приветственные слова вы из этих уст сейчас и услышите вот эти люди помогли сделать этот праздник действительно запоминающимся и ярким мы за эти 4 дня пережили все радость победы в восторг отзабитых шагов мы даже ощутили горечь поражения ну в какой-то мере я думаю мы не все поздравляем дорогие друзья я две строчки друзья бильярд это радость навек спасибо Киргизия спасибо Бишкек это наш родной наш чемпион и всего в два дня я думаю будет требовать чтобы еще раз ну вот и мой коллега присоединился к словам благодарности в адрес Бишкека надо сказать что действительно очень много болельщиков удалось собрать на трибуны республиканского дворца спорта вот видите выражают надежду первые лица государства в том что этот турнир станет традиционным ну а теперь непосредственно к церемонии награждения на этом турнире не разыгрывается третье место не было матча поэтому бронзовыми призерами этого турнира признаются Эдуард Галиянс и наверное ну самый главный неудачник мы уже определили кто это Артем Моисеенко но вот Канебек Саганбаев ему наверное должно быть очень обидно за то что он не смог победить ну или хотя бы не смог сыграть в финале его домашнего турнира так долго Киргизия хотела увидеть цвет весь цвет бильярда и вот он здесь а любимец местной публики в финал не попал тем не менее я думаю что он порадовал всех болельщиков всех вот персональных поклонников думаю что после этого киргизские мальчишки бегом побегут в бильярдные посмотрите захотят стать похожим просто на своего сегодняшнего кумира какие хорошие добрые лица как улыбался Эдди Калианс Канебек Саганбаев ну действительно праздник здесь нет проигравших и побежденных так сказать с общечеловеческой точки зрения ну да кто-то сильнее оказался в финальном матче кто-то туда не попал но это все это все не важно важно то что большая бильярдная семья на 4 дня приехала в Бишкек и этот след надеюсь останется надолго в истории развития бильярда в Киргизии ну вот Артем Моисенко улыбается очень меня импонирует повторяю этот игрок жаль что никак он не может на наших с вами глазах на трансляциях на нашем канале в наших трансляциях никак не может он выиграть ничего все время оступается в решающем матче да и как оступается буквально но даже не за полшага вот только на миллиметр сдвинуть я думаю что этот человек точно поделит бильярдную на миллиметр сдвинуть ближнюю ногу к финишной черте и ты ее пересечешь но вот именно именно этого миллиметра Артема постоянно не хватает постоянно объезжают в финале и крайне говоря очень хочется чтобы Артем победил очень талантливый молодой очень умный образованный бильярдист ну а вот король как его ласково называют в бильярдных кругах и даже и даже не только король я бы сказал что Евгений Сталев это наше русское национальное достояние это наше все наше бильярдное все потому что та игра которую он показывает я думаю достойна слова гениальность я совершенно искренне считаю Евгения гением русского бильярда считаю что его практически по улицам возить и показывать его игру людям ну так же вы считаете что конкретно в этом матче ему конкретно повезло в некотором роде я думаю что и сам Женя это понимает в какой-то момент он не достоин был победы но потом собрался и выступил великолепно ну что ж дорогие друзья радость встречи с бильярдом к сожалению сменяется грустное расставание это ненадолго мы будем делать еще турниры и будем показывать в новом бильярдном году надеюсь что задел вам очень понравится с вами был Павел Черевичин Сергей Болдырев спасибо большое что смотрели нас до встречи до встречи дорогие телезрители спасибо за субтитры спасибо за субтитры